В интернете не все, скажу откровенно, но смотрел. Я, скажу честно, рад. Может быть, даже не ожидал от вас. Потому что до этого тоже, конечно, что-то выборочно видел из ваших выступлений. Но вы взрослеете на глазах. Наверное, сказывается то, что этот опыт участия из разом в раз повышающихся по квалификации конкурсов, или как это называется, придает вам все-таки взрослости. Такое, в хорошем смысле этого слова, профессиональное. Очень надеюсь, что это только начало вашего пути. Трудно, но думаю, что вы все преодолеете. Потому что самое главное – желание у вас есть. Конечно, хотел бы теперь от вас послушать, как проходило все, как подготовка шла. Собственно, может быть, какие-то ваши личные впечатления от этого конкурса. И, конечно же, хотел бы услышать ваши планы на будущее. В первую очередь, Алексей Марыш, хотели вас поблагодарить за возможность поехать в Москву, на 1-8-ю премьер-лиги. Дело в том, что мы недавно встречались с вами, вы нас поздравляли с тем, что мы попали в премьер-лигу. Уже прошло время, мы пришли на 1-8-ю, премьер-лигу попали в 1-4-ю. Честно скажу, мы шагали к этому очень долго, каждый по-разному. Кто-то 8, кто-то 10 лет, кто-то полгода даже по-разному. И не чтобы сказать, что это наша мечта была, но мы все время мечтали хотя бы, дайте нам попасть в 1-8-ю, чтобы показать себя, сказать, вот посмотрите на нас хотя бы, вот такой вот у нас юмор, вот так вот мы умеем веселить народ. Все прошло как по нотам, мы вышли, с фурором выступили. Как говорили местные кавейновские корреспонденты, что в конце у нас были овации, мы танцевали калужские танцы в конце. А вы их не слышали, что ли, замовления об этих овациях? Ну, честно, мы слышали. Почему вы об овациях от журналистов-то знали? И журналисты увидели, что таких оваций не было около 2-3 лет в премьер-лиге. И, как и отметил Сан Саныч Масляков, что мы показали идеальное выступление, в плане того, что мы показали юмор, колорит. Вот это вот, сплюньте. Да, танцы, песни, все с колоритом. Раньше, скажу, что мы даже как-то не думали выступать. Мы даже первый раз, мне кажется, на сцене КВНовского танцевали коломольские танцы, прям массово. И зрителю очень понравилось. Я надеюсь, что будущим зрителям первого канала понравится. Эфиры, правда, будет летом. Но уже стадия у нас скоро 1-4. И все так быстро, через месяц уже 15 мая, мы будем играть 1-4. Как нам сказал наш товарищ Сан Горджет Арбаев, вы выступили хорошо. Теперь ваша задача выступить на голову выше себя. Потому что к вам будет пристальное внимание. Теперь у вас еще больше задачи. Подготовка была каждодневная. Мы работали, покладая руку с утра до ночи. Мы понимали, что это ответственный шаг. Что на нас смотрят не только наши родители, друзья, родственники. Что за нами, следя за нашим успехом, следят республика, город. И мы не могли просто подвезти. Поэтому мы с ребятами собрались, поговорили. Мы поняли, что на карте многое. И сделали, как мы можем. Сильно и красиво. И слышно. И слышно, да. Молодцы. На самом деле, мы тогда эту тему обсуждали. Это, конечно, уже КВН давно превратился в такое. Хорошее, в хорошем смысле этого слова. Наше российское шоу. Надо признать, несмотря на многое количество развлекательных программ на нашем телевидении, но это чисто наше. Советское когда-то, а потом российское изобретение. Ничего в мире подобного нет. И то, что вы как достойно представляете республику, а я думаю, что ты прав, когда вы чувствовали ответственность, что не только ваши друзья, родные, близкие будут смотреть. Но, не побоюсь этого слова, вся Калмыкия. И, вернее, как смотрю, знают о том, что вы участвовали, и что вы прошли дальше, в следующий этап. А летом-то мы, конечно, посмотрим все. Это здорово. Я всегда говорил, и это общее мнение, наверное, всех жителей республики, мы всегда гордимся, если там и люди, и наши земляки достигают каких-то результатов высот в бизнесе, в спорте, в искусстве. В данном случае в КВМ для нас это некое чувство, ну, может быть, несколько местечковой гордости, но в хорошем смысле этого слова, своего родного патриотизма. Вы молодцы. Безусловно, мы продолжим помогать вам, сделаем все возможное для того, чтобы вы продолжили ваш путь. Я, конечно же, рад, что и вот коллеги ваши, ну, в данном случае по КВМ-цеху, особенно Сан Саныч Масляков, так хорошо оценил ваше выступление. Ну, наверное, да, вам с каждым этапом будет все труднее, труднее, труднее. Ну, держитесь, мы все будем болеть за вас. Спасибо большое. Все. Кому бывает легко. А, я забыл.